В России последняя пятница апреля день памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Пожарные, выезжая на вызов, спасают пострадавших, порой рискуя собственной жизнью. Своих героев сегодня вспомнили и сотрудники главного управления МЧС России по Чувашии. Памятная акция прошла у гранитного обелиска стражам порядка в центре Чебоксар. В истории пожарной охраны Чувашии есть три трагические даты. Трое отважных героев погибли, спасая пострадавших при пожаре. В честь погибших сотрудников МЧС России отдать воинское приветствие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел совещание межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков. Говорили о профилактике социальных явлений, которые могут привести к наркомании, о деятельности структур по работе с несовершеннолетними, об организации досуга молодежи и других проблемах. Хорошая новость. Уровень детской и подростковой преступности по итогам 2014 года снизился на 20%. Результат убедительный и свидетельствует о том, что усилия всех заинтересованных сторон приложены верным направлением. Особое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с молодежью из группы риска. Они состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Постоянно в поле зрения находятся иностранные студенты. Их в республике более 600. Помочь подросткам найти себе занятия, дать возможность зарабатывать собственные деньги. Такой способ искоренения пагубных привычек всегда был эффективен. В 2014 году организовано 72 мероприятия с охватом 17 тысяч представителей молодежи. Это и студенческие отряды, это и волонтерские отряды, это и вожатские отряды и так далее. Ведь это направление, кстати, республика является пилотной площадкой Российской Федерации. По данным Госслужбы занятости Чувашской Республики численность граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которые обратились за занятостью в прошлом году, составила 28 191 человек. Из них 91,4 получили работу, трудоустроились. Всем известно, что здоровый дух живет в здоровом теле. Сегодня около 60% детей и подростков республики вовлечены в занятия спортом. Тем не менее, потенциал многих спортивных объектов на все 100% еще не задействован. И эту ситуацию нужно исправлять, заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев.